Вы верите, что через 10, 20, может быть, 30 лет учёные смогут победить сахарный диабет окончательно? Это мечты, которые очень хотелось бы, чтобы стали реальностью. И действительно, вы определили срок. Я подозреваю, что через 30-40 лет пациент, даже если у него будет сахарный диабет, то жить он будет гораздо проще с самого начала, поймав это заболевание на ранних этапах. Этого будет достичь очень легко. Наталья Мокрышева, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории, автор монографии и более 130 научных статей в российских и зарубежных журналах, а также нескольких методических пособий и клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России. Я правильно понимаю, что современные системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, современные инсулиновые помпы, они уже у людей с сахарным диабетом первого типа просто поменяли качество жизни. Они поменяли его кардинально, дали им новые возможности. Это уже не фантастика никакая. Абсолютно верно. Но, собственно, инсулину 100 лет мы отмечали в прошлом году. До открытия инсулина и возможности введения его пациентам с сахарным диабетом, собственно, первый тип, это когда инсулин не вырабатывается в организме. Его надо водить извне. И вот до открытия этого гормона и предоставления пациентам этого гормона как лечение, они погибали через короткий промежуток времени после развития этого заболевания. Сейчас это обычные люди, которые живут полноценной жизнью, они имеют семьи, они абсолютно профессионально реализуются, замечательно. Среди них огромное количество очень успешных, продуктивных и талантливых людей. Так что небо и земля. Но давайте о детях, да? Потому что с точки зрения родителя система непрерывного мониторинга уровня глюкозы, это же такое спасение. Если мы с вами вспомним, без системы непрерывного мониторинга ребенку надо маленькому человеку с сахарным диабетом раз 10-12 в день измерять уровень сахара. Это всегда укол, это всегда боль, это всегда стресс. Для родителя это всегда причинение 12 раз в день, он причиняет боль своему ребенку. Конечно же, это тяжелейшая нагрузка на семью. А непрерывный мониторинг – это небольшое устройство, которое крепится на предплечье, и, собственно, больше никаких воздействий не происходит. И он сам отсылает показания уровня гликемии малыша родителю на смартфон. А все дети обеспечены системами? Сейчас почти все, большинство регионов уже за собственный бюджет обеспечивают детей с сахарным диабетом. А поскольку стартовал в прошлом году, стартовал федеральный проект борьбы с сахарным диабетом, в рамках этого проекта все дети с 2024 года полностью будут обеспечены средством непрерывного мониторинга. Ключевой вопрос – бесплатно? Бесплатно, абсолютно бесплатно. Более того, дети обеспечиваются бесплатно и помпами, и расходными материалами. И это система, к которой мы долго шли, но сейчас она на уровне государства реализуется. И, надеюсь, будет нашей действительностью такой обыденной. Прежде чем мы продолжим разговор, я сейчас хочу показать небольшой видеосюжет, чтобы зрители понимали, на чем мы говорим. Володя Митин из Буденовска заболел диабетом в 2017 году. Сейчас его жизнь мало чем отличается от жизни сверстников. Школа, любимые книги, тренажерный зал и даже иногда фастфуд в кафешках с друзьями. В Центре эндокринологии он не впервые. На этот раз приехал, чтобы поменять помпу на самую современную. Времена до помпы мама Володи вспоминает с ужасом. Контроль гликемии с помпой – это небо и земля. Это даже, я не знаю, как объяснить. То есть там были ручки, ты делал постоянные инъекции. Это всегда больно ребенку, все равно страшно, особенно если это маленькие дети. Помпы последнего поколения связаны с беспроводным датчиком непрерывного мониторинга глюкозы. Датчик клеится на руку, под кожу устанавливается электрод. Данные отображаются на мониторе устройства, и в соответствии с ними электроника регулирует подачу инсулина по катетеру. А еще напоминает о приеме углеводов, когда это необходимо. В саму помпу встроен алгоритм, который регулирует скорость введения инсулина. То есть, например, если показатели глюкозы начинают снижаться, и есть высокая вероятность развития гипогликемии, то есть это такое, в общем-то, опасное осложнение, то, соответственно, устройство или уменьшает подачу инсулина, или полностью его блокирует для того, чтобы гипогликемии не было. Ну и, соответственно, если показатели глюкозы повышаются, то, наоборот, в обратную сторону, то есть в сторону увеличения, повышается скорость введения инсулина, да, для того, чтобы предупредить сильные повышения показателей глюкозы. Ради установки новой помпы Володе вместе с мамой пришлось на несколько дней лечь в стационар. Ведь устройство нужно не только правильно установить, но еще под контролем врачей настроить и научиться пользоваться всеми доступными функциями. Ну, наверное, в вашем детстве тоже было, как и у меня. Игра такая с мячиком называлась «Съедобная-несъедобная». Вот. У нас похожая игра, но не совсем такая. Называется «Правда это или нет?». Правила очень простые. Я задаю вопрос, бросаю мяч вам, вы отвечаете, возвращаете мяч мне. Играем. Играем. Правда ли, что трансплантация поджелудочной железы помогает целиком и навсегда избавиться человеку от сахарного диабета? К сожалению, нет. На данный момент у мышей эти опыты положительные, они позволяют нормализовать. А у человека достичь излечения сахарного диабета на данный момент пожизненно практически еще не получается. Правда ли, что ученым удалось вылечить сахарный диабет, как вы говорили, у мышей? Правда, пересадка не самой поджелудочной железы, а инсулин протуцирующих клеток, выращенных из стволовых клеток желудка. Это мечты, которые сейчас пытаются реализовать. Но на пути реализации, к сожалению, очень много проблем, припомнав, отторжения, различные моменты. Сопровождение трансплантации, оно всегда требует супрессивной терапии, как минимум. А эта терапия очень серьезно сказывается на иммунной системе человека. Сейчас стремятся доказать и изобрести системы, которые не будут пагубно влиять на организм человека, но дадут возможность прижиться трансплантированному материалу. Правда ли, что непрерывный мониторинг уровня глюкозы менее точен, потому что он измеряет содержание глюкозы не непосредственно в крови, а в подкожно-жировой клетчатке? Он действительно немножко отличается от показателей глюкометра, но на совсем несущественные показатели. Поэтому ориентироваться на него пациенту гораздо более удобно. И вот эти системы координат, они, скорее всего, в ближайшее время и займут пальму первенства. Давайте вернемся к современным системам мониторинга, к современным помпам инсулиновым. Они могут как-то гарантировать, что болезнь не будет развиваться в какие-то тяжелые осложнения? Если пациент с сахарным диабетом получает адекватные дозы инсулина, исходя из его показателей, буквально онлайн, в режиме реального времени, а именно это позволяют современные помпы, они измеряют уровень гликемии у пациента, и, исходя из этого уровня, вводят дозу инсулина. Это позволяет держать инсулин в целевых показателях, то есть как у здорового человека. То есть тот уровень, который должен быть у здорового человека. Да. И перепады вверх или вниз, вниз тоже плохо, они нивелируются, они исключаются, и, собственно, организм живет прекрасно, как здоровый организм, и не развиваются те сосудистые осложнения, которые, к сожалению, характерны для некомпенсированного сахарного диабета, и различные другие проблемы, которые характерны для этих заболеваний. Сахарный диабет опасен осложнениями. Среди них ретинопатия – поражение глаз, которое может привести к полной потере зрения, нефропатия – поражение почек, ведущие к почечной недостаточности, нейропатия – поражение нервной системы, диабетическая макроангиопатия – поражение сердечных, мозговых и периферических сосудов, которое может привести к инсульту, инфаркту и ампутации конечностей. А вот если говорить о последствиях, о тех осложнениях, которые вызывает диабет, они сейчас насколько успешно лечатся? Если эти осложнения выявлены на ранних этапах, то они имеют целый арсенал различных медицинских средств и огромное количество препаратов, которые снижают риск их развития. Важно как можно раньше выявить само заболевание и вести пациенту такую жизнь, которая позволяет контролировать его здоровье и вовремя выявлять самые предвестники развития осложнений. То есть мы хотели бы не доводить даже до развития осложнений, а видеть самые начальные какие-то проявления, и тогда уже начинать их профилактику. Вот самое главное в современной медицине это то, что она должна быть профилактизирующей. То есть она должна не выявлять болезнь, а предотвращать развитие. А вы знаете, что сейчас существует в мире совсем не только первый и второй тип диабета? Существует огромное количество еще различных типов диабета. Это раньше считали, что сахарный диабет – это одно заболевание. Это группы заболеваний, которые отличаются друг от друга, и ведутся они по-разному. Да, это все патология поджелудочной железы, да, это все патология углеводного обмена, но важно, чтобы вовремя был поставлен правильный диагноз. Иногда выявляется сахарный диабет, а вот как его лечить, здесь доктору нужны большие знания. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я не сомневаюсь, что для многих он был действительно полезен, а телезрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях была Наталья Мокрушева, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории. Спасибо еще раз. И все-таки вопрос. В следующем году центру, который вы возглавляете, 100 лет? Да. В 25-м году. Мы взрослые. Да, очень взрослые. Ожидаете ли каких-то прорывных технологий к юбилею новых? Да, у нас очень большая программа, и мы сейчас вплотную занимаемся целым рядом направлений, которые требуют решения, срочного решения этих вопросов. Не буду открывать. Хорошо, будем ждать. dement- большой проблемой, по искренней миру с вами, 1750 014. tri-куля-руссне. ИНТРИГУЮІКУ. ИНТРИГУЮІКУ. ИНТРИГУЮЩАЯКА МИКСУ. ЗДУКОВОВика 달단. ИНТРИГУЮІКУ. ИНТРИГУЮЮІКУ, ИНТРИГУЮЮЩЩАЯКУ.